Миша, закончится турнир в Таллине. Ты хорошо откатала короткую программу, в произвольной программе не все получилось. Как ты сам оцениваешь вот этот старт? Ну, как вы сказали, то, что короткая действительно пошла хорошо. Не все, конечно, получилось короткой. Сделал каскад 4.2. Вот, но все остальное было достойно. А в произвольной очень много чего не получилось. Мне проще назвать, что получилось. Пока еще не делал подробный анализ вообще старта, но я буду стараться работать дальше и что-то делать с этим. Вот контент в твоей программе немножко изменится после чемпионата Европы, там новый прыжок появился. Расскажи немножко почему и как перестали там лимать немножко. Ну, мы решили попробовать, а почему нет. Мне стоит бригер сделать флип. Флип, кстати, получил сегодня очень хорошо. Вот, и я думаю, то, что на чемпионате мира мы его оставим. Ну, честно говоря, даже не знаю, что там будет дальше. Будем смотреть по ходу подготовки, что вставлять в программу. Вот. Ну, пожалуй, все. Вообще, как прошли тренировки после чемпионата Европы? И как вот рука тоже тормировала руку на чемпионате Европы? Тренировки хорошо проходили в обычном штатном режиме. С рукой, в принципе, никаких хлопот не было. Да, там приехал, немножко поболело какое-то время. Вот. Я ее, ну, выходил на тренировки и фиксировал тейпом руку. Вот. Сейчас все хорошо. Как вам такой старт, как в Таллине, перед чемпионатом мира? Вообще, это как бы такой был промежуточный старт между чемпиатом Европы и чемпиатом мира. И не получилось выполнить некоторые задачи, которые я оставил себе на этот старт. Вот. И я так считаю, что неважных соревнований не бывает. Все соревнования, они все для чего-то. И этот старт нужен был для того, чтобы проверить еще раз свои силы и попробовать изменения, в конце концов, сделать флип. Какую роль вообще играют соперники? Здесь никого не хотим обижать, но здесь не таких сильных соперников не было. Это больнее то же самое или вообще дело не в соперниках? Да дело на самом деле вообще не в соперниках. Вот. Я выходил совершенно спокойно, расслабленно. То есть не было такого, как на чемпионате Европы. То есть я там выходил, у меня что-то так вот пар из ушей был. Нет. Здесь как-то спокойно все было. И, ну, как вот все говорят, самый главный соперник – это я сам. Отчасти, правда, да. Потому что не надо смотреть вообще на других, надо просто делать то, что задумано. Вот и все. Какие сейчас твои медали до чемпионата мира? Продолжать работать, не опускать руки, несмотря ни на что. И я очень надеюсь, что на чемпионат мира приеду в хорошей кондиции и все будет лучше, чем здесь. Конечно, ты сейчас еще не на пике формы. Это было бы слишком рано, конечно. Ну да. А как сложно вообще дойти до пика в внутренний момент? Ну, как сложно? Сложно. Ну, я не знаю, что еще сказать. Действительно сложно довести себя до такого состояния, чтобы, вот как многие говорят нам, посреди ночи встал, пошел прыгнул, все. И без всяких вопросов и раздумий. Вот. Это действительно сложно. И мы будем работать над этим. Спасибо. Спасибо, Митра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо.